Для оформления листка нетрудоспособности достаточно электронного заявления и сканированной страницы паспорта со штампом о пересечении границы, а также СНИЛС. Подать документы можно в личном кабинете на сайте Госуслуг, куда нужно перейти как с сайта Федерального фонда социального страхования, так и с сайта регионального отделения. Людям, которые вернулись из-за границы или живут вместе с подлежащим карантину, нужно самоизолироваться на 14 дней. Оплачивается больничный только тем, кто официально работает. Предотвратить распространение инфекции на территории Российской Федерации. Основная задача любого гражданина, который прибыл с территории любой зарубежной страны на сегодняшний день, обязан позвонить на горячую линию, остановиться у себя дома, не выходить за пределы своей квартиры. В квартире, если есть члены семьи, попробовать изолировать себя в отдельной комнате, то есть максимальная самоизоляция. Если у гражданина нет возможности подать заявление в электронном виде, он может вызвать врача на дом и воспользоваться прежним порядком выдачи больничных листов. Но у тех, кто воспользуется электронным сервисом, есть преимущества. Первые выплаты они получат уже по истечении семидневного срока после открытия листа нетрудоспособности. Нужно сказать, что как раз-таки у работодателя сокращаются сроки. Он в течение двух рабочих дней уже должен предоставить сведения Фонд социального страхования, все, которые необходимы для назначения и выплаты пособия. Соответственно, Фонд социального страхования производит оплату больничного листа. И оплата по новым правилам будет производиться в два этапа. То есть, изначально производится оплата за первых семь календарных дней, либо пять рабочих. И потом уже по окончании больничного листа оставшая часть будет оплачена. В случае, если человек, вернувшийся из-за границы, отказывается соблюдать карантин, предусмотрена административная, а в случае заражения другого человека – и уголовная ответственность. Елена Малютина, Константин Головин. События.